Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Инфляция в Кировской области опустилась с 11,5 до 3,5%. Такой резкий скачок, как пояснили в отделении Киров Волговятского главного управления Банка России, связан с тем, что в расчете годовой инфляции перестали учитывать всплеск цен, который произошел в марте 2022 года. Также среди причин снижения инфляции называют потребительскую активность граждан, увеличение предложений и сокращение издержек на производство некоторых товаров. Стоит отметить, что в Кировской области инфляция остается выше, чем в среднем по ПФО и России. Уэкс-депутатов Кировской области конфискуют 7 миллионов рублей. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что на счета депутата Слободской городской думы и его супруге поступило почти 10 миллионов рублей. Законность получения семи подтвердить они не смогли. По представлению прокуратуры полномочия депутата были досрочно прекращены. Также был направлен иск в суд с требованием об обращении в доход государства денежных средств уже бывшего депутата и его жены. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле руководства прокуратуры, отмечают в ведомстве. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Экономить, сотрудничая с самозанятыми, такой подход бизнес выбирает все чаще. Это и налоговая оптимизация, и возможность не брать в штат человека, чьи услуги, например, не требуются постоянно. Зачем следить, чтобы у контролирующих органов не было подозрений в вашей недобросовестности, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер» и я, Татьяна Максимчук. Манипуляции самозанятостью строго отслеживаются. Чтобы налоговая не квалифицировала ваши отношения как трудовые, для юрлица важно, чтобы у человека был статус самозанятого. Кроме того, надо получить чек на суммы, которые переводятся самозанятому. И, естественно, если это услуги, обязательно должен быть акт на услуги, что они выполнены в полном объеме, ну и договор на оказание услуги. Убедитесь, что ваш бизнес не рискует, сокращая расходы. Или запишитесь на консультацию к тем, кто может и проверить, и подсказать, что изменить. «Бухгалтер» и я, телефон 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.